Здравствуйте! В эфире выпуск новостей на телеканале Челны ТВ. С вами Диана Мулярова. А сейчас вашему вниманию краткий обзор основных тем. Высокая температура, боль в горле, кашель с этими симптомами чаще всего обращаются пациенты в поликлинике. Насколько увеличилась нагрузка на врачей, об этом более подробно расскажет Эльмира Гаин-Юдинова. Парковка не по правилам. Автоинспекторы провели рейд возле торговых центров. Подробнее в материале Христина Балабановой. Чтобы помнили, в школе номер 23 открыли мемориальные доски погибшим бойцам. На Бережных Челнах марафон открытия новогодних елок продолжается. Так в микрорайоне Замерикесия главная елка зажгла свои огоньки. Подробнее в материале Айзилишей Мухаметовой. Сегодня в мэрии Набережных Челнов ввели масочный режим. Напомню, накануне мы рассказывали, что надо обязательно носить средства индивидуальной защиты в социальных и медицинских учреждениях. Все из-за того, что количество пациентов с простудными заболеваниями увеличивается. Как справляются медработники? Об этом мы расскажем на примере поликлиники номер 6. Во всех поликлиниках введен обязательно масочный режим. Кроме того, чтобы отделить болеющих пациентов от здоровых, в медучреждениях проводится фильтр. Необходимо измерить свою температуру вот таким вот бесконтактным способом. Еще обрабатываются руки антисептиком. И, конечно, пациентов с симптомами простудных заболеваний принимают в другом кореле медучреждения. Это своего рода красная зона. Те, у кого высокая температура, кашель, чихание. Жар, озноб, боли в горле, кашель. После принятия препаратов стало легче. На работе у нас много заболело людей. Ушли на больничный, да. Я непосредственно контактирую с людьми. С утра проснулся нормально, все. Пришел на работу, температура поднялась, ломота. Вроде никто, сотрудники не болеют. Ну вот, пустили меня домой, вот вышел на больничный. Пациентов с симптомами простудных заболеваний достаточно много. Все из-за сезонного подъема ОРВИ и гриппа. Нагрузка на медработников увеличилась в четыре раза. Лечебные медучреждения мобилизовались и перестроили свою работу. Пришлось открывать дополнительные кабинеты для оказания своевременной медпомощи. Если у нас в овощный сезон работает один-два кабинета, то на сегодняшний день, вот вчера, к примеру, у нас работало шесть кабинетов. То есть четыре кабинета работали только чисто на ОРВИ. Циркулируют ОРВИ вирусы. Ковидной инфекции стало значительно меньше. Также циркулировать могут вирусы гриппа, которым мы все готовились, против которых проводили вакцинацию. Вакцинацию от гриппа, напоминаю, нужно лучше делать заблаговременно. Вакцинация от ковида продолжается. Эпидемиолог советует привиться, если подошел срок. Грипп и коронавирусная инфекция одновременно протекают гораздо тяжелее. Эльмира Гаин-Удинова, Сергей Вильданов, Новости, Челны ТВ. Масочный режим пока введен не везде. Мы решили узнать мнение наших подписчиков, помогут ли данные меры предотвратить дальнейшее распространение инфекции. 51% респондентов считают, что ничего не поможет, если не укреплять иммунитет. 27% проголосовали за вариант. Если маску будет носить не только болеющий, но и здоровый, то эффекта будет больше. Еще 22% подписчиков считают, что разобщение здоровых и болеющих поможет справиться с простудой. Паркуйся там, где это разрешено. Автоинспекторы провели рейд возле крупных торговых центров города. Многие водители паркуют свои машины на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Какое наказание предусмотрено за такое нарушение, расскажет Христина Балабанова. Хозяину этого автомобиля, скорее всего, придется вызвать такси. Он поставил свою машину на месте, предназначенном для людей с ограниченными возможностями здоровья. Если соответствующую разметку можно не разглядеть под снегом, то табличку сложно не заметить. Парковочных мест достаточно, поэтому многие водители не нарушают правила. Зачем занимать инвалидное место? Здорово, живо, слава богу, место для них. Я считаю, что парковаться на инвалидных местах все-таки нельзя. Чуть и не 50% остановочных мест обозначено знаком для инвалидов. Неужели у нас только много инвалидов? Как правило, места для инвалидов расположены поближе к входу в торговый центр или организации. Нарушителям парковки грозит штраф или эвакуация автомобиля, предупреждают автоинспекторы. В случае, если на такой парковке оставлен автомобиль, водитель которой не имеет к данной социальной категории отношений, его действия будут нарушением правил дорожного движения, а инспективный штраф за который составляет 5000 рублей. Также предусмотрено задержание транссредства и помещение его на специальную стоянку. В ходе рейда два автомобиля были отправлены на штрафстоянку. Пять водителей получили штрафы. Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, Новости, Челно ТВ. Мед, шуруповерты, дизельные генераторы и даже машины – все это и многое другое предназначено для военнослужащих. Кроме того, гостиницы и подарки получат жители Лисичанска. Общий вес груза – более 20 тонн. Подробнее далее. За рулем грузовика с гуманитарной помощью будет Рамиль Мухаммеддинов. По словам мужчины, надо помогать жителям Лисичанска и военнослужащим. С такой миссией едет впервые. Но если надо, то готов еще раз оказать помощь, поделился волонтер. Ну, родные одобрили, естественно. Чуть-чуть уж переживает, но ничего страшного. Мы прошли времена Афгана, нам не страшно. Даже вот эти две машины битком набиты коробками с шефской и гуманитарной помощью для военнослужащих. А главное, на каждой коробке добрые пожелания. Например, мы гордимся вами скорейшего возвращения домой. В течение двух недель предприниматели «Партийный актив», неравнодушные жители Чулнов и Альметьевска собирали все необходимое. Необходимы инструменты, лопаты, шуруповерты, болгарки, дизельные станции, а также два автомобиля. Помимо этого, мы отправляем жителям Лисичанска продукты питания и теплые вещи. Они должны знать, что их поддерживает всей страной. А для маленьких жителей Лисичанска собрали теплые вещи и новогодние подарки. Ведь, несмотря ни на что, они остаются детьми и также хотят сюрпризов в канун праздника. А бойцы ждут весточек из дома. Мы собирали от жен военнослужащих и от матерей военнослужащих личные посылки. И сегодня машина отправится в Лисичанск. С нашей компанией довольно-таки много ребят призвали. У нас есть с ними связь. Они вроде как просят у нас там теплые вещи, продукты какие-то. Все это мы закупили, все это мы передадим. Если нас не призвали по повестке, мы хотя бы хотим так помочь, отправить, привести, в чем нуждаются наши солдаты. До каждого адресата дойдут посылки и теплые весточки из дома, пообещали волонтеры. Эльмира Гайнюндинова, Сергей Вильданов, Новости, Челны ТВ. Чтобы помнили и гордились, в школе номер 23 открыли мемориальную доску в честь Николая Тришкина. Мужчина погиб, защищая родину и мирное население. Его имя будут помнить, уверяют в образовательном учреждении. На открытии доски памяти побывал мэр набережных Челнов, а также родные и близкие бойца. Николай Тришкин всегда был активистом. Слишком сильно было развито в нем чувство справедливости, отмечают родные бойца. Потому он защищал родину и мирное население. Даже получив ранение, он шутил и смеялся. Не подал вида, что больно. Героем он остался навсегда. Я как бы и в армию пошел служить, потому что у меня брат служил, и так достойно служил. Вот я, чтобы ему доказать, что я тоже хороший, тоже умею, тоже могу, пошел с ним. Ситуация такая начала происходить. Вот он говорит, ну что, брат, поедем, мы поехали вместе. Будь честным, ответственным. Ну такой вот он был. Защищал их всегда. Защитник, одним словом, герой. Всегда он был героем. Я горжусь братом. Он герой. Николай Тришкин – герой не только для родных. Поэтому ученики и учителя решили увековечить его имя. В школе номер 23 ученики, а также их родители и учителя организовали ярмарку солидарности. Дети своими руками изготавливали различные поделки и их продавали. Мы делали плюшки, потом мы делали поделки также своими же руками, такие как елки, картины, и продавали их. А также на вырученные деньги мы заказали доску памяти. Кроме того, в школе номер 23 открыли мемориальные доски в память о двух выпускниках. Они погибли, выполняя боевое задание в Республике Чечни. Эльмира Гайнудин, Валина Арсултанов, Новости, Челнэ ТВ. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. Откройте вклад в Акбарс Банки и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3 тысячи рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 12 по 17 декабря. ТЦ Грин. Первый этаж. Остановка Глобус. Внимание! Грандиозная распродажа мебели. Товаров для дома и сна в мебельном центре «Соло». Все в наличии и со скидками до 70%. Стильный диван. 49 990. Это реально. МЦ «Соло». 41 10А. Оформите кредит в Акбарс Банке по ставке от 4,5%. И получайте кэшбэк за ежемесячное погашение. Оставьте заявку на akbars.ru Вы смотрите новости на телеканале Челны ТВ. И мы продолжаем. Праздник все ближе. В микрорайоне Замеликесье открыли новогоднюю елку. Для местных жителей организовали концертную программу, установили аттракционы, пригласили аниматоров. А также залили большой каток и создали развлечение детям. Снежную горку. На открытие побывала и наша съемочная группа. Раз, два, три. Елочка в Замеликесье. Счастье всем нам принеси. Вот так звонкой кричалкой жители города вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажгли новогодние огни красавицы елки. После играли в веселые игры, танцевали и пели. Пришли елку посмотреть. Очень нам понравилась елка. Так и за первый раз елку видят. Игры очень интересные. То, что вот наряженные есть тоже куклы, ну, большие игрушки. То есть это очень тоже интересно. Дети фотографируются, довольны. Торжественное мероприятие также посетил и Наиль Магдеев. Многое удалось реализовать для микрорайона за последний год. Появились и школы, и детские сады. Мы и дальше будем вкладывать финансовые ресурсы для развития замели Кейси, отметил мэр города. Например, строительство новой трамвайной ветки. Всего лишь нужно найти полтора миллиарда рублей мэру города, чтобы построить этот объект. У меня никаких сомнений нет, что я эти деньги вместе с вами найду, для того, чтобы здесь был хороший трамвай. А уже завтра, 17 декабря, свои огни зажжет главная елка города. На площади Азатлых, куда приглашают всех челнинцев. Азеляша и Мухаметова, Кирилл Хабзей, Новости Челни ТВ. Создают новогоднее настроение сами. Жители дома 1801 украсили свои подъезды мишурой, игрушками, а также праздничными плакатами. По их словам, это уже традиция, они ежегодно готовятся к Новому году заранее. Азеляша и Мухаметова посмотрела, как преобразился их дом. Елка, украшенная самыми разными игрушками. Мишура, куклы, новогодние плакаты. Этой красотой теперь ежедневно любуются жители 12-го подъезда дома 1801. Новогоднее настроение своими руками создал 77-летний Рауф Софиуллин. Подъезд своего дома он украшает на протяжении нескольких лет. Я это делаю для детей, для интереса детей, чтобы их не скучно было, чтобы вспомнили свою молодость. Мы вспомнили, которые старики уже, пенсионеры. Мы летом вращаем святы на улице, а зимой украшаем подъезд. И это не единственный подъезд, который преобразился в преддверии Нового года. Все они принимают участие в конкурсе на лучшее оформление. У нас в комплексе во многих домах украшают, в подъездах ставят елочки на этажах. Есть подъезд, где практически на каждом этаже какие-то украшения вешаются. Делается елочка на первом этаже, допустим. И взрослые поддерживают эту идею. И очень приятно, когда жители откликаются, то есть они берегут это. Местные жители такое преображение дома поддерживают. По их словам, это не только создает праздничные настроения, но и помогает соседям сплотиться. Все же мы ожидаем чудо, невзирая на возраст. Я представляю, как дети заходят. И первый раз, когда я выходила за почтой, такое ощущение, такой восторг детский. Это непередаваемо. Помимо украшения подъезда, жители 18-го комплекса планируют устроить для себя и своих соседей настоящий праздник с играми, плясками и, конечно же, подарками. Азеляшей Мухаметова, Кирилл Хабзей, Новости, Челны ТВ. Мандарины, оливье, икра и, конечно же, рыба Камчатская – вот атрибуты новогоднего стола. Дары морей, омывающих Камчатский полуостров, украсят стол и подарят приятное послевкусие новогодней ночи. При лавке ломится от ассортиментов, разбегаются глаза. Выставка икра и рыбы Камчатская привезла в набережные Челны более 35 видов рыбной продукции. Нальневосточные рыбные деликатесы занимают особое место в рационе питания человека. Вот, например, королева лососевых Чавыча. Ее мясо богато витаминами группы В1 и В2. Кроме витаминов она содержит целый букет микроэлементов, таких как цин, кальций, фосфор, железо, магний и многое другое. В ассортименте есть Чавыча слабосоленая, филе копченое, балык Чавыча, горячего копчения, очень нежная и вкусная белорыбица, тающая во рту, белое мясо без костей, таймень, клыкач, кижуч, палтус – очень большой выбор. На выставке представлена продукция холодного и горячего копчения и, конечно же, красная икра, которую так успели полюбить чулнинцы. Я взял белорыбицу и икры немножечко. Жена попросила. Четвертый раз беру. Как вам на вкус их продукции, вообще что вам нравится? Белорыбица. Каждый раз берем. Сегодня мы взяли икры, еще еще взяли малосольную. Мы всегда, постоянно, когда они приезжают, здесь не пропускаем их приезд. Надо разнообразие пищи. Ярмарка икра и рыба Камчатская работает до 18 декабря включительно в торговом центре «Грин» на первом этаже. Ход со стороны Автозаводского проспекта. Это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. Впереди вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке. А я с вами прощаюсь. Оставайтесь на нашем телеканале.